Привет, а вы заметили, в России чет какие-то выборы есть. Единая Россия так всех достала, что на этих выборах избиратели готовы голосовать за кого угодно, лишь бы против этой партии. Например, неделю назад в Приморье во втором туре побеждал коммунист, потом за единороссов бросили голоса и в итоге выборы отменили. Знаете, на Олимпиаде в Сочи у некоторых спортсменов мы обнаружили допинг, а давайте-ка ее переиграем. Вчера в Хабаровском крае проиграл ЛДП-эровец Сергей Фургал, а победил единоросс Вячеслав Шпорт. Но это только на конкурсе смешных фамилий, который проходил параллельно, а на выборах получилось наоборот. При этом около 10% бюллетеней были признаны недействительными, потому что избиратели исправляли ошибку в слове «шпорт». А вот в Костромской области единоросса победила обычная луковица. В ЛДПР думали, что никто не заметит замены их кандидата на овощ, но неожиданно для всех луковица прошла муниципальный фильтр, а ее политическая программа оказалась более внятной, чем у действующего губернатора. Хуже всего от этой новой реальности победителям от других партий они вообще не планировали быть губернаторами черт знает где. Тот же Фургал уже 11 лет сидит в Москве в Госдуме, жмет на кнопку и радуется жизни, а теперь ему как дураку надо тащиться в Хабаровский край и 5 лет подряд слушать каждый день про плохие дороги. Хотя не факт, что эти выборы потом тоже не отменят. Памфилова еще вчера на это намекала, так что печалится обоим кандидатам пока рано. А вообще это была бы клевая задумка проводить выборы, потом их отменять, назначать следующие через 3 месяца и так несколько лет подряд, пока губернатором остается все тот же единоросс. А еще на этой неделе глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов предложил отправлять россиян в колонию еще до вступления приговора в силу еще до апелляции. Да что там до приговора, как только чуете, что хотите опубликовать чего-нибудь экстремистское, пакуйте чемоданы и поезжайте в колонию. Скоро при регистрации во ВКонтакте будут выдавать сразу билет на поезд до Черного Дельфина. Ну так, на всякий случай. Вообще, вы знаете, есть новости, которые я считаю плохими, есть новости, которые меня злят, а есть новости, в которые я не могу, блин, поверить. Но поверить придется. Я прочитала слова Федотова трижды, и действительно, председатель Совета по правам человека говорит, давайте нарушать права человека. Зачем типа дожидаться апелляции, все равно суд никого никогда не оправдает. Следующий этап развития гражданского общества, это когда в комитете против пыток кого-нибудь до смерти запытают. В России по этой части у нас большой опыт. У нас уже есть министр сельского хозяйства, который поддерживает уничтожение продуктов питания, и министр экономического развития, который радуется экономическим санкциям. Так что чего тут удивляться? Нет, ну я, конечно, понимаю, что у Михаила Федотова тяжелая ситуация. Он возглавляет Совет по правам человека в стране, где никакие советы по этому вопросу не нужны. Ну то есть сложно представить, что в России решили кого-то посадить, и такие, но что про это подумает Михаил Федотов? Ну и вообще, конечно, какой президент, такой и совет при президенте. И тем не менее, почему же Федотов это предлагает? Потому что это происходит уже сейчас, права заключенных нарушаются, им не дают дождаться апелляции, а сразу отправляют в колонию из-за переполненности в СИЗО. Ну а если что-то происходит не по закону, нужно что сделать? Правильно, нужно это просто узаконить. А то ведь нехорошо, когда законы нарушаются. Нужно просто нормальные законы написать, такие, чтобы они не нарушались. Наверное, в иной стране глава Совета по правам человека сказал бы, что просто не нужно сажать людей по любому поводу в СИЗО. Для этого и придуман домашний арест, тогда и СИЗО переполненными не будут. Но это, конечно, не путь Михаила Федотова. Слишком много прав человека для главы Совета по правам человека. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю. Продолжение следует...